Приветствую вас. Первое, что я хотел бы отметить, это то, что вы не задаёте своего вопроса нам, психологам, то есть вы просто вот ставите нас перед фактом, да, что есть такая вот ситуация, в вашей жизни, так она, эта ситуация выглядит, так вы её чувствуете, но вопрос заключается на самом деле немножечко в другом. Вопрос заключается в том, что дальше, по сути. То есть вопрос заключается в том, что дальше вы будете делать, вопрос заключается в том, вот вы пишете, что я не знаю, что мне делать. Понятно. Но в чём ваш вопрос к нам? Это вот то, что остаётся невысказанным сейчас. Идём дальше. После 30 лет свалился кризис среднего возраста. Ну, это бывает частенько, надо сказать. И если вы, к примеру, чувствуете, что это с вами произошло, то есть если вы чувствуете, что, ну, кризис среднего возраста что да, это означает, что вы, ну, немножечко неверно, возможно, жили, возможно, вы немножечко неверно позиционировали свою жизненную позицию, неверно, возможно, развивались, возможно, те ориентиры, которые, вот, казались вам важными, на самом деле таковыми не являются. То есть кризис, да, кризис, по сути, именно это и означает, что вы немножечко, вот, не в том направлении двигались в жизни. Вот. То есть тут нужно подкорректировать, собственно, а что вам ценно, что вам нужно, что для вас, лично для вас важно, не для вашего молодого человека, что одного, что второго, а именно для вас. Вот. Это нужно исследовать. Дальше. Запутались в мужчинах и от депрессии нет энергии к деятельности. Запутались в мужчинах, это вы имеете в виду своих, своих мужчин, двух мужчин, двоих мужчин, которые, очевидно, сейчас есть в вашей жизни, вы имеете в виду это. Но вопрос, который у меня к вам заключается сейчас в том, откуда депрессия взялась. То есть, не на ровном же месте, да, не на ровном же месте это произошло. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, что этот момент нужно поиследовать. То есть, если у вас действительно депрессия, то, по-видимому, с ней нужно работать, с ней нужно разбираться и помочь вам, собственно говоря, из нее, из депрессии помочь вам выйти. Я не думаю, что это запредельная цель, которую не получится реализовать. Дальше. С МЧ 11 лет вместе уставят друг от друга. То есть, понятно, что если у вас депрессия, это заболевание, и тут нужна диагностика. Если диагноза депрессии нет, соответственно, депрессивное состояние, нужно работать с ним. Вот. Исследовать, откуда оно появилось в результате чего, что именно вас угнетает, давит, подавляет и так далее. С МЧ 11 лет вместе и устали друг от друга. От чего устали? Мы не расписались, детей нет, мы живем вместе. А вы, а вы и хотите расписаться? Вы и хотите жить вместе? То есть, к чему вот это? То есть, вы говорите, что мы устали друг от друга? От чего вы устали? Вы говорите, что мы не расписались, а должны были, детей нет, а должны были быть на живом месте. Почему? Опять же, кто мы, да? Кто мы? Что значит мы расписались? Мы живем, точнее, не расписались, простите, простите, что значит мы живем? Это вы живете, человек? Вы с ним живете? Знаете, какая штука? Как бы не он, Важно не то, что он с вами, например, живет. Важно то, что вы живете с ним. И на мой взгляд, на мой взгляд, это очень важный момент. Если вы живете с ним, чтобы что, чтобы что-то. Вы живете с ним, потому что вам, ну, там, условно говоря, что-то хочется, что-то вас волнует, что-то вас беспокоит, что-то вам нужно, к примеру. Да? Ну, пока, пока что-то, пока что-то, предположим, предположим, такой расклад. Что-то вам нужно. Ну, вот, очень, очень желательно, чтобы вы взяли ответственность на себя за то, что делаете за то, как, собственно, позиционируете себя. Это было бы очень здорово. Это было бы очень полезно. В этой ситуации. Дальше. Так. Значит, начали смотреть по сторонам. Я нашла в себе мужчина, друга обычного, который не предлагает серьезных отношений. А иногда очень... А иногда очень редко ходим с ним в бар, и он вправляет мозг мне по-друге, как психолог. Ну, тут я бы сказал, что, конечно, он не психолог. Самое, что у него, вероятно, есть к вам какие-то чувства. Вот. Поэтому психологом он быть вряд ли может. Ага. То, что вы нашли отдушину. Ну, опять же, в принципе, я вас понимаю. Я понимаю, почему вы нашли отдушину. Я понимаю, что вам, вот, видимо... Я понимаю, чего вам не хлопала, не хлопала, не хлопает. Вот. То есть, есть понимание у меня в этом смысле вас. Да. Но... 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 Это не решает проблему. Да? То есть, отдушина означает, что вы несчастливы. Вот. С человеком... означает, что вам с ним... Как-то, вот... Тяжело. Не при... А-а-а... означает, что вы с ним напрягаетесь, что вы с ним тяготитесь, ну и прочее, 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 прочее. Вот. И это при том, что вы еще не женаты, да, и у вас нет детей. То есть, вот, мне кажется, было бы хорошо, если бы вы определили для себя. Так, а, собственно, отдушина-то, она от чего? Вот. То есть, вы говорите, что мы устали. Вы говорите, что устали, мы оба. Ну, вы. Мы устали оба. Вот. Хотелось бы... Как-то, вот... Раскрыть этот момент. От чего устали, допустим, лично вы. Если устали. И, соответственно, дальше... Как? Проявляется ли как-то вот то, что вы... Ну, вы как-то высказываете то, что устали. Или... Или все остается вот... Как... Как... Как есть. Разговариваете ли вы со своим молодым... Человеком? О том, к примеру, что... Вас... Беспокоит. Что вот вас, к примеру, беспокоит то, что... Он холоден. Но это как одна из... Таких вещей. Тут, правда, нужно разбираться... Всегда ли он был таким или нет. Но это очень... Это уже... Немножко... Другая история. Да? Дальше. Говорит, что я самая прекрасная и хорошая, но вот себя не люблю. Не люблю. Ну, это... Да. Это... Не психологическая, конечно, помощь. Мне хотелось всегда услышать это от молодого человека своего, но он просто холоден на слова, комплименты и внимание. И вы, видимо, знали об этом, но приняли его таким. Не знаю, что делать в этом кризисе. То ли разорвать свои отношения в этом треугольнике, то ли не разрушать ничего пока. Просто понять и принять себя. Ну, вы знаете... Конечно... Вопрос вы ставите ребром. Вот. Я думаю, я бы... Я думаю, знаете, вот... Мне показалось... Таким достаточно интересным моментом. Есть ли что разрушать? Вот. Мне показалось. То есть, если вы оба стали смотреть по сторонам, да? Есть ли вообще, что разрушать? Что разрушать сейчас? Вот. То есть, я, конечно, не знаю. Может быть, у вас есть своё видение в ситуации? Вот. Но мне видится так, что ваши отношения с мужчиной, они с вашим вот молодым человеком, да? Они достаточно уже на таком низком уровне находятся. Вот. И... Собственно, с другим мужчиной вы... Не похоже, чтобы... Сближались. То есть, не похоже, чтобы с другим мужчиной вы вот... Шли на сближение. На сближение. Вот. Поэтому я... Честно... Честно говоря, просто вот хочу понять, что вы имеете в виду под разрушением. Что можно разрушить. Здесь. Дальше. Понять и принять себя. Это хорошая история. Ну, вот. Ну, вам нужен психолог. И психолог профессиональный. Одно могу сказать. Тоже на чувства ещё остались у нас в МЧ. Ну, опять же, вы здесь, как будто, знаете, вот, говорите за двоих, эм... Ульяна. То есть, ээ... Я думаю, что это не... Не очень хорошо. Я думаю, я думаю... Я думаю, что это не очень здорово, что вы говорите за двоих. Потому что... У молодого человека, все-таки, может быть, эээ... Своё видение... Ситуации. Может быть, своё видение того, что происходит. Вот. И я думаю, что, эээ... Как минимум, эээ... Вы можете достоверно говорить. Ну, наверное... Только о... Самой... Эээ... Себе. Вот. И вы, конечно же, не можете говорить с полной уверенностью про... Своего партнёра. Вот. Так что... Здесь, я думаю... Такая история. Здесь, я думаю, вот так можно... Вам ответить... На вопрос. На вас. Дальше идём. Эээ... Вы пишете... Эээ... Так. С другом мы перейдём свои границы, просто поддерживаем... Поддерживаем и общаемся. Ну, да, кажется, только мне. Ну, вот, собственно, только лишь в конце вы... Эээ... Указываете на то, что... Что это... Ваше только восприятие. Вот. И это... Кстати, хорошо... Что вы указываете... На то, на то, что это... Только ваше восприятие. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что... С другом... Эээ... Своим... Вы общаетесь, даже если у него есть к вам... Чувства, то всё равно он ведёт себя... Как друг, это... К чему-то... Да, обязывает. Вот. Так что... Я думаю... Эээ... Что... Выйдет... На данный момент вы... Эээ... Больше друзья, чем нет. Хотя, конечно, и... Эээ... Психологом для вас... Человек... Быть может... Вряд ли. Потому что... Он просто... Даёт вам... То, чего не хватает от... Ну, то, чего не хватает другим. И, если честно, мне... Ну, мне думается... Что это... Эээ... Весьма... Эээ... Такие... Созависимые... Отношения... Я бы сказал. Да. Вот. Потому что... Слишком... Чувствуется... Чувствуется... А... К примеру, ваша и его... Эээ... Нуждаемость друг в друге. А дружба, это всё-таки... Что-то, что... Более... Свободно, да. И... Более независимо... Эээ... Развивается. Вот. Поэтому я думаю, что... Здесь... Примерно вот так... Эээ... Можем вам ответить... Вы... Эээ... Абсолютно... Правильно... Понимаете... То, что это кажется... Столько вам... Но... 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 Ага... Нужно работать... Нужно работать... И разбираться... В том... Эээ... Нужно исследовать... Вот... Понимаете... Так что вот... Примерно... Такой... Ответ... Ответ... Я думаю, вам... Можно дать... Ну... Примерно... Так вам... Точнее... Можно ответить... Ну... Надеюсь, что... Это было... Для вас... Как... 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 Как минимум... Полезно... Эээ... Если вам понравился... Мой ответ... Буду благодарен... Эээ... За... Его оценку... Ээээ... В... Качестве лучшего... Ээээ... Я вам желаю... Ээээ... Всего самого доброго... Ээээ... Я вам желаю... Ээээ... Я вам желаю... Ээээ... Всего самого доброго... 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 Ээээ... Я вам желаю... Эээээ... Всего самого доброго... Эээээ... Я вам желаю... Эээээ... Всего самого доброго... И надеюсь, что в целом ситуация разрешится в лучшую для вас сторону. Всего вам самого доброго и удачи!